И за несколько часов до закрытия на одном из избирательных участков в Увельском районе произошла стрельба. Нетрезвый мужчина ворвался в помещение для голосования и начал стрелять из-за обреза. Дебошир увезли в полицию, инцидент уже прокомментировали в областном избиркоме. Слово Дарьи Шведовой. У нее самые актуальные данные о явке и нарушениях в Челябинской области. Явка избирателей на Южном Урале составила около 40%. Эти данные озвучили в избирательной комиссии региона, в лидерах Пластовский, Варнинский и Нагобавский районы. Увелка, Кизил, Верхний Уральск, Трехгорный, Усть-Котав, Котав-Ивановск, Варна. Это традиционные территории. Никаких отклонений от предшествующей электоральной статистики мы не наблюдаем сегодня. Не обошлось и без происшествий. К примеру, с утра личные телефоны членов избирательной комиссии и представителей штабов кандидатов в депутату Госдумы подверглись спам-атаке. Звонили неизвестные с разных номеров и чуть ли не каждую минуту первыми об этом сообщил штаб Олега Колесникова, кандидата в депутату Госдумы. Ну а затем заявление в полицию написал председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. А уже ближе к вечеру стало известно еще об одном случае. Так, в одной из территорий Челябинской области местные жители устроили перестрелку на избирательном участке. Правда, сообщают в избирательной комиссии, что это носит бытовой характер. Бытовой случай. Сено вывозил две недели назад. Деньги задолжал. Увидел лицо, кому он задолжал. Пошел домой, выпил. Пришел с обреза и выстрелил. Вообще невыборный случай. Что касается других обращений, ну вот сегодня в средствах массовой информации распространяли сведения по вбросу на участке 2181 в Увельском районе в селе Кичикино. Абсолютно недостоверная информация. Работать избирательная комиссия региона будет всю ночь. Сюда будут звонить с избирательных участков, где будет вестись подсчет бюллетеней. Ну а предварительные итоги озвучат уже завтра в 9 утра.